Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня у нас уже 8 октября 2023 года. И сегодня второй день антитеррористической операции «Железные мечи», которая проводит армия обороны Израиля, более известная как ЦАХАЛ. Эта операция охватывает в себя как оккупированные захваченные населенные пункты на территории Израиля. На сегодняшний момент под контролем террористов еще остается 6 населенных пунктов, так и территорию соседнюю, в частности территорию Ливана. Сегодня армия обороны Израиля наносила удары по группировке Хезбалла, которая также принимает участие в террористической атаке на Израиль. Тем временем в Иране официально поддержали нападение Хамаса на Израиль. Иран выразил официальную поддержку палестинскому движению Хамас. Об этом заявил советник Аэтлы Али Хаминеи генерал-майор Рахим Сафави. Мы поддерживаем операцию «Шторм Аляксой». Заявил он и уверены, что фронт сопротивления тоже ее поддерживает. Мы будем вместе с палестинскими маджахедами вплоть до освобождения Палестины. И Иерусалима приводит его слова Мехар. В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары свыше 5000 ракет. Согласно официальной информации, было запущено по южным и центральным районам Израиля. При этом официальное количество убитых, о которых сейчас говорят в Израиле, уже превысило 600 человек. Свыше 1800 человек получили ранения. Сотни израильтян похищены. И насильно удерживаются на территории сектора Газа, а также других оккупированных территориях боевиками. Общее количество похищенных мирных граждан и солдат армии Израиля на данный момент неизвестно. Оно продолжает оставаться на данный момент неизвестным. Президент Израиля Исхак Герцог также заявил о том, что террористы Хамаса имеют своих покровителей в Иране. Сегодня мы увидели настоящее лицо Хамаса, террористической армии, главной целью которой является хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке руководства своих доверенных командиров в Иране, они совершили неспровоцированное мерзкое нападение на государство. Израиль в еврейский святой день. И далее он говорит о том, что настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед отвратительным врагом. На каноне я объяснял, почему была выбрана дата Йом-Кипура, дата судного дня, 50-е годовщина, начало так называемой войны судного дня, которая началась 7, точнее 6 октября 1973 года, и почему это совпало или не совпало с днем рождения российского диктатора Владимира Путина. Эксперты, которые хорошо разбираются в ближневосточных вопросах, утверждают, что исламисты из Хамаса имеют поддержку не только Ирана, а также Катара и негласно Турции. Это означает, что в значительной мере движение палестинских террористов имеет широкую поддержку среди арабских государств. Сегодня также стало известно о фактах нападения и убийства граждан Израиля в Египте. Там нападение на израильтян-туристов совершил местный полицейский, который успел застрелить двух израильских туристов и сам был убит ответным огнем сил безопасности. Хамас известен тем, что исповедует исламистскую идеологию братьев-мусульман, это религиозно-политическая ассоциация, которая была создана в Египте 100 лет, даже более 100 лет назад. Его основным союзником, как известно, выступает Иран. Вместе все эти организации входят в некий региональный блок, который включает в Сирию и шиистскую исламистскую группировку Хезбалла в Ливане. Катар числится также в числе основных спонсоров движения Хамас. Впрочем, транзакции на некоторое время прекратились из-за того, что фискальные органы США заморозили активы Хамаса по всему миру. Также еще одним из источников финансового боевого плаща Хамаса остаются налоги на товары, которые ввозятся в газу из Египта. Они обеспечивают сравнительно небольшую сумму, около 15 миллионов долларов в месяц. Сам сектор газа достаточно густо населенный, свыше 2 миллионов людей живет на этой относительно небольшой территории. И там сейчас начинается войсковая операция, железные мечи, которая проводит армия обороны Израиля. В данный момент в ней примут участие около 170 тысяч военнослужащих Цахава. И еще около 450 тысяч будут оставаться в резерве. Вся эта ситуация обнажила не только финансовые аспекты поддержки Хамаса, она обнажила также уровень поддержки Ираном. И вот сейчас как раз последовало самое свежее заявление. Представитель Хамаса Гази Хамад сообщил в интервью британской BBC о том, что группировка боевиков получила поддержку, в том числе военную, от своего союзника Ирана в внезапных нападениях на Израиль. Другие тоже помогли, однако он не уточнил какие именно страны. Понятно, что упоминаем Ирана, Катара, это также Сирия и Россия. Еще один важный аспект участия леворадикальных группировок в нападениях на израильские военные объекты и гражданские. И о том, что на один из блокпостов Цахала атаку осуществляли члены леворадикальной марксистской военизированной группировки Фронт Освобождения, Народный Фронт Освобождения Палестины, которая была основана еще в далеком 1967 году. Кроме того, мы видим сейчас кадры массовой переброски техники к сектору газа, подготовку к вхождению туда, но мы понимаем, что террористы все это продумали и подготовили. И в любом случае проведение войсковой операции неминуемо будет означать также вступление в войну уже полноценно с переходом на территорию государства Израиль, боевиков Хезболы с территории Ливана. Эти угрозы уже звучат неодвозначно. Также в этом вторжении могут принять участие и иранские боевики, инструкторы, которые готовили это вторжение. Тем временем мировые СМИ обращают внимание на крупнейший провал спецслужб Израиля. Об этом, в частности, пишет британское издание The Guardian и Bloomberg. Да, появились голоса относительно того, что Моссад и израильские другие силовые структуры предупреждали правительство Нетаньяху еще за несколько месяцев об опасности эскалации, в том числе начала террористической операции на территории. Но все эти предупреждения, утверждают источники, могли быть проигнорированы правительством Израиля. Тем не менее, разбор полетов будет произведен уже после завершения этой антитеррористической операции. А по сути, мы можем говорить о полноценной войне, поскольку правительство Израиля задействовало 40-й пункт АЛЕФ, который означает вступление в войну. Тем не менее, уроки обязательно должны быть вынесены. И, как пишет об этом Bloomberg, это крупнейший провал не только израильских, но и американских спецслужб, которые также должны были отслеживать эту ситуацию и через собственную агентуру, и через технические средства. Это мониторинг ситуации в секторе ГАЗа и в террористических кругах ХАМАСа. Но в силу тех или иных причин, с этим еще предстоит разобраться. Либо спецслужбы предоставили ненадлежащие выводы из всей этой ситуации, либо они все это предсказали и предвидели. И тогда вина лежит полностью на правительстве и на политиках, которые эту угрозу проигнорировали. Еще раз повторю, со всем этим разбираться сейчас не время. Разбираться с этим нужно уже после окончания данного военного конфликта. Тем временем мы видим, что ситуация продолжает развиваться по самому эскалирующему сценарию, по самому худшему сценарию. Поскольку ситуация с началом этой террористической операции против Израиля будет прямо влиять на уровень поддержки нашими западными союзниками Украины. В частности, аналитики Института изучения войны из США заявили о том, что Кремль непременно использует атаки ХАМАСа в Израиле для того, чтобы противодействовать Украине. Он уже делает это сейчас активно, обвиняя Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Ранее зам главы Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявлял о том, что Соединенные Штаты и их союзники должны быть более заняты работой над Палестино-израильским урегулированием. Как известно, накануне в российском МИДе не высказали никакой поддержки Израилю в проведении контртеррористической операции, а заявили о том, что стороны конфликта должны сесть за стол переговоров. Эти нарративы Кремля в первую очередь населены на западную аудиторию для того, чтобы вбить в Клин поддержки как Израиля, так и Украины, деморализировать коалицию, которая борется с мировым терроризмом и посеять смуту и дальнейший хаос. Тем временем Пентагон обещает обеспечить Израиля всем необходимым для самообороны. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения. Речь идет в первую очередь о системах ПВО в данном случае. В Египте, как я уже говорил, уже произошла атака, это симптоматичная атака, она будет, очевидно, к сожалению, иметь последствия в других странах рабского мира, поэтому на сегодняшний день, согласно протоколов безопасности, израильские граждане за границей обязаны обратиться в собственное посольство. И особенно, если речь идет о странах с, скажем так, враждебным отношением к Израилю, они должны находиться в безопасном месте, а еще лучше эвакуироваться. Нетаньяху заявил о том, что операция в Газе будет длительной и продолжительной. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Наземная операция, еще раз повторю, в таком густонаселенном регионе, как сектор Газа, будет сопровождаться большим количеством разрушений и жертв. Террористы к ней подготовились, они именно для этого завезли туда заложников, будут прикрываться ими как живым щитом. И проведение наземной операции, это на самом деле то, к чему сейчас провоцируют армию обороны Израиля террористы, для того, чтобы втянуть в эту войну, будем говорить, украина войну, уже не военный конфликт, не террористическую операцию. И Хезболу, и Иран, и сирийцев, и другие страны региона опасность при расширении этого конфликта за счет соседних стран, к сожалению, будет возрастать. Нетаньяху заявил о том, что основная цель Израиля, тем не менее, это зачистка территории от страны от пронивших боевиков. Вторая цель заключается в том, чтобы взыскать невероятную цену с противника, в том числе внутри сектора Газа. Тем временем представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил о том, что боевики палестинской радикальной группировки захватили значительное количество израильских заложников, в том числе и гражданских, и военных. У нас нет точной цифры, мы в состоянии войны, заявил Хагари, слова которого цитирует американский телеканал CNN. Израиль сегодня был вынужден нанести удар по территории Ливана в ответ на обстрел со стороны террористической группы пробки Хезболла. Артиллерийские удары наносились в ответ на минометный и ракетный обстрел с территории Ливана. Ответственность за минометный обстрел Израиля уже взяла на себя ливанская группировка Хезболла, заявила о том, что сделала это из солидарности с силами палестинского сопротивления. Израильская армия за ночь атаковала более 400 целей на территории сектора Газа, об этом сообщает издание Харец со ссылкой на израильских военных. Всего были провожены 426 объектов Хамас. Также артиллерийскому обстрелу и ракетным ударам подвергались десятки высотных зданий, которые используются террористической группировкой. Израильской армии удалось вернуть контроль над большинством районов на юге Израиля, однако бои продолжаются в Кибуце-Беэре, в городе Сдерот на юге Израиля и нескольких других населенных пунктов. Ситуация в Сдероте была одной из самых напряженных. Также известно о том, что значительное количество мирных граждан были убиты во время бегства по автотрассам и просто расстреливали террористы. Соответствующее видео я выставил в своем телеграм-канале. Также значительное количество пропало и попало в заложники в ходе музыкального фестиваля, который проходил прямо в пустыне на границе. Сектором газа. Большой вопрос, как силы безопасности позволили проводить такой многотысячный музыкальный фестиваль, учитывая предупреждения, как мы понимаем, спецслужб и разведки. Из-за чего много людей, в том числе и иностранных, либо погибли, либо оказались заложником. Одна из таких историй стала известна сегодня. Шокирующая история. Шани Лук, гражданки Германии, которая попала на видео бояков Хамас. Она попала в плен в бессознательном состоянии. Ее мать Рикарда Люк из Равенсбурга заявила о том, что 22-летняя дочь была похищена вместе с группой туристов на юге Израиля. Бессознание машинист-палестинцами, когда они въезжали в сектор газа. Она обратилась за помощью к немецкому посольству и со всем, кто может знать информацию о ее местонахождении. И таких историй, к сожалению, друзья, даже не сотни, даже не десятки, а сотни. Пожелаем Израилю победы в борьбе над силами зла и терроризма. Но нет сомнений в том, что борьба эта будет длительной и упорной. Спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Больше оперативной аналитики на ВМ-телеграм-канале по ссылке под этим видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте эту трансляцию. Друзья, берегите себя. Слава ЗСУ, слава Украине, слава главкому Валерию Залужному и победе Израиля. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока.